Факультет ненужных вещей 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 Накаливай, пока она не превратится в зеленого льва. После этого прокаливай сильнее, и она превратится в красного льва. Дегестируй этого красного льва на песчаной бане с кислым виноградным спиртом. Выпари жидкость, и ртуть превратится в комедеобразное вещество, которое можно резать ножом. Положи его в обмазанную глиной реторту и не спеша дециллируй. Собери отдельно жидкости различной природы, которая проявится при этом. Ты получишь безвкусную флегму, спирт и красные капли. Кемерийские тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри нее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится, и приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дециллируй продукт. Наконец-то тщательно ректифицируй, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови. Вот, когда читаешь такой текст, понятно, что восторгаешься красивыми словами, ритмом, непонятными словами, типа кемерийские тени, красный дракон, зеленый лев и так далее. И невольно задаешься вопросом, это что? Что нас как бы морковкой дразнит алхимической? Это вопрос. Ну, вопрос, конечно, очень естественный. Действительно, казалось бы, абсолютно никому не нужная вещь, обличена в такие красивые, нарядные, праздничные формы. И что за этими формами стоит, и что это такое? Вадим Рабинович. Поэт, культуролог, философ. Доктор философских наук. Профессор. Заведующий сектором языки культур Российского института культурологии. Главный научный сотрудник Института философии РАН. Член Международного пен-клуба и член исполкома Русского пен-центра. Автор многих книг, в том числе книги «Алхимия». То ли это дело шарлатанское, мошенническое, прикрытое словами. То ли за этими словами что-то стоит. Может быть, стоит секрет получения философского камня, а с помощью его золота. Но мы не будем вдаваться в секреты получения золота, потому что не в этом моя сегодняшняя задача. Эту задачу вы осуществите, когда вам удастся дочитать эту книгу, и вы обнаружите этот секрет золота в какой-то части этой книги, научитесь его получать и станете очень богатыми. Это я вам обещать точно не могу, но, во всяком случае, такая надежда есть. Слова истинного алхимика. Значит, вот это первое, что я могу сказать по поводу этого рецепта. Что это? Бормотание мага и колдуна, шарлатана и мошенника? Что это такое? Каким образом все появились эти драконы? Однако мы вспоминаем песню Гребенщикова «Тебя там встретит огнегривый лев, и синий вол исполненный очей, а с ними золотой орел небесный, чей так светил взор непознаваемый». Неугасаемый. Неугасаемый. Ну, как хотите, неугасаемый. Это вообще Анри Валафонцев написал. Может быть, это оговорка по Фрейду, и что это значит, непознаваемый. Вот это я хотел бы сказать в самом начале. Хотел бы еще сказать, как все это началось, как я пришел до жизни такой. Заняться алхимией и так достаточно профессионально написать одну книгу в 79-м году. Потом без купюр, без поправок, почти, эту книгу переиздала замечательная издательница Ивана Римбаха, о котором говорил Петр очень выразительно. Я это издательство сразу же полюбил, как только оно согласилось издавать мою книгу. Ну, понятно. Вообще, люблю все издательства, которые меня издают когда-либо. Как я дошел до такой жизни? Я когда-то был химиком. Окончил Менделеевский институт, работал в Институте горючих ископаемых. Там защитил кандидатскую диссертацию по экспериментальной химии. Тему называть не буду, она такая литееватая и довольно сложная. Как этот рецепт? Что? Как этот рецепт? Ну, как этот рецепт даже еще сложнее. Синтез и захват катахоламинов. Да. И вот я иду по Лубянскому переулку. Тогда находилось наше учреждение Институт истории, естествознания и техники. Там находился, около КГБ. Захожу туда. Был как раз неприсутствный день среда. Захожу, и там никого народу нет, кроме дворника, вахтера и одного научного сотрудника, который сидел в кабинете директора. Это был, оказывается, зам директора Александр Сергеевич Щедоров. Думаю, вот где мне надо работать. Не каждый день ходить. Можно ничего не делать, а думать. Думание – это тоже дело. И нужное дело. Хотя, казалось бы, ненужное. Кому нужно думать? Вот я зашел туда. Меня через некоторое время приняли на работу. Я стал работать и хотел получить тему, вот, алхимическую тему. Алхимия как феномен средневековой культуры. Тогдашний заместитель директора Семен Романович Микуринский «Царство небесное», который мне испортил много крови, потому что он был очень пугливый человек, сказал, зачем вам заниматься, Владимир Григорьевич, алхимией, ведь это же лженаука. Я говорю, нет, неправда. Алхимия – это не лженаука, а феномен средневековой культуры. А вот что говорит энциклопедия. Достает мне сталинский тон на букву «А» и написано черным по белому «А-Лженаука». Я говорю, а возьмите последнее знание большой российской энциклопедии красного цвета. Я преподнес пахнущий типографской краской тон, где говорилось, что алхимия – феномен средневековой культуры. Он дочитал эту статью по столбикам, поскользил, и говорит, так это же вы сами и написали. И там действительно стала фамилия В. Романович, который написал сам. Так это вы же сами и написали. Я говорю, да, сам написал. Но теперь это мнение всего Советского Союза, поскольку энциклопедия – это государственное здание. Ему не было, нечем было крыть, и он не утвердил эту тему в качестве плана. Хорошо. Вадим Львович, все-таки, действительно, давайте поговорим о том, что тысячи лет, много времени, некоторые люди, алхимик не был явлением таким массовым, это, конечно, были штучные люди, правильно? Которые иногда учились в университетах, иногда никаких университетов не заканчивали. Которые имели разных учителей перед собой, и которые шли дорогой, как я понимаю, мастера средневекового, то есть человек, который воспроизводит нечто уже накопленное. И, может быть, в таком случае что-то и находит свое, и дальше передает это, соответственно, следующему, если у него есть ученик. Так вот, много людей тратили свою жизнь. У вас в книге замечательно написано, в общем, как говорит народ, кто стрелит да будет, у того ничего не будет. Вот, и у алхимиков чаще всего тоже ничего не бывало, а многие еще попадали в лапы инквизиции. Так вот, почему и что искали эти люди, что они делали? Вы совершенно правильно сказали, что дело не в золоте, не в философском камне, потому что вся книга, собственно, посвящена тому, чтобы понять, что золото это скорее некая философия. Это наиболее что-то чистое, это некое приближение к небесным сферам, к Христу, если хотите, поскольку христологическая культура средних веков в Европе. Но вместе с тем алхимия начинается с аль, это арабское слово. Пожалуйста, расскажите, откуда это взялось, что это такое? Я вам сейчас скажу. Действительно, алхимия – это тип средневековой мысли, способ мышления в этих терминах, а золото – лишь повод, некоторое средство, практическая цель золота. Это теоретическая цель построения, вот в терминах химической империи, алхимической империи, целого космоса, целого герметического, замкнутого мира, в котором можно жить, думать, говорить, страдать, печалиться, радоваться и так далее, и так далее. Чаще это казалось виселицей, позолоченной виселицей с уссальным золотом, на которой вздергивали бедного алхимика чаще всего. Или… Издевательски. Что? Издевательски виселицу покрывали с уссальным золотом. Ну, конечно. Чтобы сказать, вот, смотрите, вот он искал, вот он и нашел. Он искал золото, вот нашел виселицей свою кончину. Понимаете, это страдательные люди, это люди страдания, которые посвятили тысячу лет продолжалось это искусство. Они упорно шли к этой цели, поскольку они думали иначе. Чем алхимия хороша сейчас? И что она дает, будучи, казалось бы, ненужной вещью? Я сформулировал это так, обобщив многие рецепты алхимиков, которые говорили примерно так. Возьми, сын мой, философской ртути столько-то унций и прибавь к этой философской ртути в количестве такого-то количества унций пять унций злости, замешанной на любви. Как можно смешать что-то реальное, вещественное, пахучее, ядовитое, блескучее, как, например, ртуть, пусть даже философская ртуть, смешать с чем-то таким эфемерным под названием любовь или злость, которую нельзя пощупать? Оказывается, можно. Очень хорошо. Вот на этом мы прервемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы на факультете ненужных вещей. Еще не говорила Анна Рылева. Вадим Львович Рабинович вводит нас, собственно говоря, в тайны алхимии. Кому интересно, будьте с нами. Скоро вернемся. Факультет ненужных вещей. На Радио России. Культура. Итак, мы снова на факультете ненужных вещей обсуждаем абсолютно ненужную меру, казалось бы, науку алхимия, который посвящен час нашей беседы с Вадимом Рабиновичем, ученым и поэтом, и, безусловно, алхимиком, и Анной Рылевой, культурологом и ученицей Вадима Львовича. Итак, нам предложили смешать философскую ртуть со злостью. И на этом мы ушли на короткую паузу. А теперь Анна Рылева, я думаю, скажет, чем же все-таки полезна или нужна алхимия для сегодняшней науки. И какой науки? Понимаете, вот когда смешивают что-то со злостью, как правило, говорят, что это не научный подход. Анна Рылева. Культуролог. Доктор культурологии. Главный научный сотрудник сектора языки культур Российского института культурологии. Руководитель Центра непрерывного культурологического образования. Автор монографии о наивном. Исследование феномена наивного в культуре и других научных трудов. Ученица Вадима Рабиновича. Вообще алхимический подход современная наука, по идее, не должна принимать. Хотя надо заметить, что труд Вадима Львовича был отмечен такими корифеями, как Бахтин, Асмус, Лихачёв. Это очень серьёзная поддержка молодого учёного, как я понимаю. Да нет, это был просто тогда один из культовых книг в конце 70-х годов, потому что действительно вдруг был поставлен вопрос о том, чем люди средних веков отличаются от людей сегодняшних. И прочитавший книгу понимает, что отличались очень сильно совершенно другим сознанием, совершенно другими целями и задачами. Мы экстраполируем себя на средние века, и кажется, что люди такие же. Такие же, да не такие. Вот понимаете, тут есть ещё одно обстоятельство, очень любопытное. Вот казалось бы, что современная наука должна исключить алхимию как бы из сферы, ну, по крайней мере за то, что там надо взять какие-то унции злости. Но на самом деле, понимаете, какая штука? Происходит процесс, вот когда появляются унции злости, добавляется некая объёмность. И это можно назвать моделью новой науки, которая оперирует всей совокупностью явлений, понимаете? Всем мирозданием она соединяет все крайности, снимает все различия между номинализмом, реализмом и так далее, и так далее. То есть это важнейшая вещь для современности. Ну, это, безусловно, ещё и красивые слова, но дело в том, что зачитанный вначале красивый текст, который есть, рецепт, Вадим Львович, как бывший химик, легко перевёл в формулу, и оказалось, что все эти драконы – это ничто иное, как реальный химический процесс. Вы можете о нём рассказать сейчас, Вадим Львович, но сначала, я думаю, что мы обязательно расскажем, что такое дракон, где красный сурик, где что ещё. Но! Почему? Откуда это взялось? Ртуть ведь не такой часто встречаемый металл. Хотя рудники существовали с древнейших времён, с медно-каменного века, с анаолита, скажем, да, тем не менее, ртуть и сера – вот основные составляющие лаборатории алхимика. Почему эти вещества, одно металл, другое, по-моему, вещество, да, сера, берутся за… Металл тоже вещество. Ну, естественно, да, но просто сера, не металл, да, берутся за основу. Почему? Откуда так повелось? Понимаете, это всё не случайно. Это всё такое андрогинное мышление. Вадим Рабинович. Поэт, культуролог, философ. Доктор философских наук. Профессор. Заведующий сектором языки культур Российского института культурологии. Главный научный сотрудник Института философии РАН. Член Международного пен-клуба и член исполкома Русского пен-центра. Автор многих книг, в том числе книги «Алхимия». Андрогин – это такой ребезподобный мужеско-женский персонаж. Ну да. Такой гермафродит. Сера – это мужское начало, ртуть – начало женское. Иногда у некоторых алхимиков бывает всё наоборот. И в сумме они дают нечто более совершенное и гармоничное. Мужеско-женскую природу. Порошок, из которого можно сотворить философский камень, который будет превращать один металл несовершенный, больной металл, в здоровое, более здоровое его состояние – серебро или золото. Бог с ним, с серебром и золотом. Я говорю совершенно о другом. Ведь алхимики в результате своих выпариваний, дистиллятов и прочего придумали кислоты различные. Серную кислоту, соляную кислоту, которая, безусловно, шла в дело. Они придумали краски, например, потому что киноварь, сурик – это расхожая краска, краще вещества. Они много чего придумали. Вот я хочу, чтобы мы отделили зерно от плевел. Одно дело – это стиль мышления. Метафорический, предельно оторванный от, казалось бы, земной жизни, воспаряющий куда-то философские глубины. Средни тайны писи. Да, совершенно. Но вместе с тем, я так понимаю, что там очень много магии, естественно. Такой средневековой магии и языческой магии. Вот прочтя эту книгу, я, например, который раз заметил, как долго живут и до сих пор живут нас. Мы не замечаем этого. Какие-то, скажем, даже египетские, например, вещи. Вот еще раз снова возвращаюсь, как в вашей книге, во второй главе. Что такое алхимик? Сейчас скажу. Очень точные вы задаете вопросы, как-то меня ставящие врасплох, потому что я кое-что знаю так широко. А мне надо сказать сфокусированно и точно. И главное – объяснить слушателю, которые не знают. И вот объясню сейчас почему. Значит, вот, например, я придумал такую формулу. С одной стороны, дело – это делает рука. С другой стороны, деяние – это творит десница. Вот дело воздымается до деяния, делает, воздымается до творения, творит. Рука воздымается до десницы, до правой руки, и решуется левой, и так далее, и так далее. И мы видим, как соединяются в одном сознании два плана – земной и небесный. Отсюда вся символология алхимика. И астральная символология, и растительная символология, вегетативная, и всякое прочее. И анималистская, и так далее. И вот между этими двумя мирами – миром земным и миром возвышенным – существует этот бедный алхимик, не зная, куда ему деваться. И он соединяет вещь и злость, вещество и любовь в одно целое. Это образ новой науки – размышления над веществом и оперирования с этим же веществом. Смотрите, тысячу лет они повторяли рецепты. Где сумма, которая уходит не в перегар, а в плюс? Что накапливалось за это тысячу лет? Накапливалось очень много. То есть вся практическая алхимия – это накопление. Мы называем это не алхимией, точнее. Это следовало бы назвать технической алхимией. Изобретение красок, изобретение реальных веществ. Рецепт серы, щёлочи, кислот разных и так далее. Описание этих солей, например, свинца и так далее. Всё это шло в дело. А алхимики зарабатывали как-то? Вот этот рецепт, который вы так замечательно зачитали, это рецепт, который получен ацетон. Универсальный, ну не универсальный, но во всяком случае очень сильный растворитель разных веществ. Но это попутный был продукт. Понятно, что алхимики искали, условно говоря, действительно философский камень. Какую-то всё время уходящую из рук метафору, ну как бы, всеобъемлющего объёма вселен. Вселенского благополучия, человеческого благополучия. Да, да. Да, это совершенно понятно. Но тем не менее, нужно было рядиться вот в эти одежды. Нужно было, наверное, даже одеваться специально. Нужно было совершать, наверное, какие-то пассы или говорить какие-то слова. Вот, вспоминать там, я не знаю, Гефеста, Гермеса или бог знает кого. И таким образом всё время ходить под ножом инквизиции, под опасностью сгореть на госле. Конечно. То есть это языческие сны и христианская явь, уживающиеся вместе. Вот в чём всё дело. Поэтому они были еретики. Они предвидели будущую эпоху Возрождения. Они предвидели будущее новое время. Хотя не предвидели реально. Они не знали, что после них будет новое время, будет новая наука. Всего этого они не знали. Но они своей диктностью это всё предвосхитили, обретя себя на вечную хулимость и забвение. Но при этом они, люди и текста, люди и книги, они много читали. У них, безусловно, были какие-то свои библиотеки и свои творения. Ну вот живёт алхимик, да? Как становились алхимиком, кстати? Вы знаете об этом? Ну, конечно, знаю. Нужно было идти в услужение мастеру? Они проходили целую инициацию посвящения в адепты, в адепты более высокого свойства и так далее, наподобие розенкрестерских орденов. Или наподобие мастеров. Да, и наподобие мастеров и так далее. Они становились высочайшими мастерами своего безнадежного дела, но высочайшими мастерами. А скажите, попутный продукт продавался алхимиками? Человек для того, чтобы жить, должен зарабатывать деньги. Это же понятно, да? Значит, не у всех есть возможность получить, благодаря написанной статье в красной энциклопедии, получить синекуру в виде одного присутствного дня в неделю с зарплатой, чтобы заниматься алхимией. Как выживали алхимики? Продавали ли они какие-то тинктуры для аптекарей? Значит, каждый король, каждый граф, каждый маркграф и так далее, имели своих придворных алхимиков, которые подкармливали, которые жили неплохо, но конец их был, как правило, очень печальный, когда они не получали обещанное этому Сизирену, этому королю и так далее. Обещанное золото, да? Золото, конечно. Конечно, их вежели на позолоченной визелице, или они скрывались, бежали и так далее, или предавались огню инквизиции и так далее. Их участь была печальна. Многие из них, не будучи шарлатанами, верили в это дело, но каждый раз это дело всё время ускользало. Вот, например, известна такая притча, почему у алхимиков что-то такое не получается, а ведь надо, чтобы задуть свечу, чтобы ветер дул с запада, а не с востока. Масса таких вот условий. И всегда было к чему придраться, что он сделал якобы не так. И вот один адепт сказал своему ученику, вот, ради бога, получая золото, не думая о белом козле. Но утро увидели спящего герметиста, который ходил по улице, как городской сумасшедший, и говорил, белый козёл, белый козёл. Потому что его попросили не думать о белом козле. А когда просят не думать о чём-нибудь... Только об этом и думаешь. Обязательно только об этом и думаешь. Понятно. Ну, вот тут вот любопытная вещь возникает. Вот вы говорите, адепт проходил какую-то систему посвящения и так далее. Я вспоминаю, например, своё чтение текста Вадима Львовича. Это было очень любопытное... Посвящение. Посвящение в прямом смысле этого слова. Обратите внимание, после университета, работая в издательстве «Наука» в то время, я ещё не работала в Рике, и вот Вадим Львович... Ну, это была такая случайность, что мы встретились в Рике. Вадим Львович, в общем-то, меня спас. Там были проблемы с моей работой. Но сейчас это не важно. Важно другое. Я стала в итоге читать этот текст. И вы знаете, я ничего вначале не понимала. Вроде все слова знакомы, а текст не вяжется. А слова не идут, не ложатся. Казалось бы, Вадим Львович всегда это объясняет сильным сопротивлением текста. Но это было очень сильное сопротивление. Нет, вообще-то текст описан поэтом. Вы знаете... Он именно поэтичен, поэтому совершенно воспринимается мной как художественная книга. Вы знаете, когда мне он открылся, вот по-настоящему, это удивительный момент, через приблизительно там несколько месяцев чтения этой книги, когда я её не чувствовала и не очень понимала, вдруг фрагмент, посвящённый, по-моему, Зосиме Панаполитанскому. И там такое описание, у меня, надо сказать, мой любимый герой, Василий Кандинский. И я вдруг читаю тот фрагмент и понимаю, надо же, этот фрагмент весь вот в духе Кандинского. Вот краски все связаны с Кандинским. И, боже мой, вы не представляете, в тот момент я почувствовала почему-то запах сыра. Знаете, такого с прожилками зелёненького, Дорблю, кажется, называется. Потом выяснилось, правда, что Владимир Львович очень такой сыр любит. То есть, вот этот фрагмент, как ключ отомкнул весь этот текст, сделал его объёмным по-настоящему. Вы слушаете, как говорят алхимики, да? Абсолютно не поймёшь, как им сыр пригрезился. Вот. Но это вот чистая алхимия, абсолютно. Абсолютная алхимия. Никакого отношения к H2SO4 не имеет, или там ещё чего, у нас в школе учили. Это действительно специальное погружение в средневековый текст. Причём текст сложный, очень специфичный. И действительно нужно время, чтобы войти в это. Или нужно читать стихи. Тогда многие метафоры книги становятся совершенно понятными. Метафоры Рабиновича и метафоры алхимических текстов становятся понятными. Но давайте всё-таки немножко снимем вот эту таинственную завесу, которая всегда присутствует там, где собираются алхимики, алхимические тексты. Расскажите, пожалуйста, про этих драконов и львов. Вы начали говорить, что это на самом деле рецепт получения ацетона. Можете ли вы просто вспомнить, что это за красивое стихотворение в прозе? Да, конечно, вы можете всё вспомнить. Даже рассказать. И сейчас я таки действительно расскажу. Но прежде маленькое всё-таки отступление. Понимаете ли? В каждом человеке живёт древний китаец, древний алхимик, древний египтянин и так далее, и так далее. И он в свёрнутом виде. И он про свои свёрнутые грани, своего просознания может только догадываться, не зная. Моя задача – расшифровать это всё, что в нём есть, представить перед ним, как его собственное, и тем самым обогатить его память, сделать историческо-объёмной памятью, превратить её, выражаясь словами моего учителя Владимира Завроновича Бидлера, превратить его, человека, из семиминутной бабочки, в исторически памятливое вещество. Существо. И вот для этого я и придумал эту всю алхимию. Я в неё вживался по ходу её изучения. Мне оставалось открыть лабораторию, было бесполезно, дорого. Да. И никто бы не дал никаких средств. Что мне оставалось делать? Оставалось мне делать вот что. Написать трактат об алхимии алхимическим способом, отсюда повторение семикратно этого рецепта, осознавая, что я пишу алхимический трактат алхимическим способом, оставаясь современным человеком. То есть увидеть алхимию в себе отстранённым. Таким образом, я включён в эту ситуацию, в экспериментальную, как современный физик включается в продолжение приборов и так далее, и так далее. И тем самым выключен из неё, поскольку рассматривает этот мир как бы объективно. Вот субъективно-объективное видение этого мира позволило мне написать алхимический трактат об алхимии и в ней кое-что понять. Теперь к рецепту возвращаемся. Львы и драконы – это всё окисные свинца, закисные или окисные, или перекисные свинца. Свинец превращается с помощью превращений, нагреваний и так далее, и так далее. Я не буду это, такую расшифровку подробную. Она есть в книге, да. И химическую давать. В книге это всё есть. В итоге получается побочный продукт, который оказался очень ценным в будущем, а именно ацетон. Замечательный растворитель для красок и для всех прочих вещей. И они им пользовались? Открыв ацетон. В дальнейшем, да. В дальнейшем пользовались, но это уже не столько сами алхимики, сколько алхимические практики, то есть технические химики. Понятно. Техническая химия – это не то же самое, что алхимия, немного другое. Вот и всё. А вот все эти нагромождения про львов драконов и так далее, это всё очень значимо. Потому что если придаст всё это значение вот сухих химических формул, только их одних представить в качестве разжигровки, от алхимии ничего не остаётся. Алхимия будет похожа на современную химию, просто в менее совершенной форме, в менее законченной, и будет просто предшественницей химии. Но во времени мы откажем ей… Каковой она и была всё-таки. В какой-то мере. Это одна из её вариаций, одна из её пра… Праматерей. То есть праматерей и так далее, но не главная мать, поскольку алхимия – это нечто неповторимое, нечто несводимое к современной химии и так далее, и так далее. Поэтому алхимия до сих пор входит в романное мышление, например, собор Виктора Гюго, Виктора Гюго, собор Парижской Богоматери, волшебная гора Томаса Мана, наконец, 100 лет одиночества, Маркица и так далее. Это всё алхимические реминвисценции некогда живого алхимического мифа. Они живы в современном сознании таким образом. Всё это тоже описано. Нет, но сегодня попсовая литература вовсю использует алхимию, потому что действительно красивые тексты, можно же включить в перестрелки и экшен, и таким образом сварить некого гомункулюса, который даже Б сказать не может, не то что А, потому что он полуживой. Да, вы хотели сказать, что там... Вы знаете, вот тут вот, наверное, важно подчеркнуть такое обстоятельство, что Вадим Львович в своей алхимии отказывается от наукообразной речи. Это вот как раз то, что, может быть, требует современная наука. А это то, что мы приветствуем на факультете. А это как бы совершенно... Ну, естественно, из-за этого, в общем, наверное, произведение Вадима Львовича ещё более не нужно. Но проблема-то заключается именно в том, что это и есть его алхимическая лаборатория. Вот все речи и языковые особенности, они как бы становятся частью его научного метода. Это очень любопытно. Мне кажется, что действительно, если бы это была обычная кандидатская диссертация, которая заключена в одежде... Белого зарубили момента. Первая глава, вторая, третья. Совершенно неважно, зарубили бы её или нет. Но она не подошла бы к пониманию этого феномена, ровно потому, что описать бесконечное повторение рецептов, которые они и производили, пытаясь найти то, чего найти, в общем, невозможно, но веря в то, что они это найдут. Поэтому только образный язык, схожий с языком алхимических формулировок и чаяний, мог передать вот эту средневековую не схоластику, а скорее глубокую мистику, которая сопутствовала алхимической жизни. Поэтому язык книги, я думаю, родился ровно сам по себе, как и рождается, наверное, книга обычно, условно говоря, во сне. Я не знаю, как она родилась у вас, но понятно, что не найдя языка, невозможно написать книгу. Ну вот, например, вот вы очень хорошо напомнили относительно сна, сновидений и так далее, и так далее. Вот центральный образ алхимии – это уроборос, египетский уроборос или змей или дракон, проглатывающий собственный хвост. Или кельтские змеи, такое же. Это единство, знание и так далее. Бесконечное повторение. Говорят, что вот когда Кекуле искал формулу бензола и не мог никак линейно ее построить, поскольку валентности оставались какими-то лишними и так далее, и так далее, он решил свернуть это все в кольцо. Свернуть в кольцо, в шестичленное кольцо и так далее. То есть ему приснился египетский уроборос, проглатывающий собственный хвост. Таким образом возникла формула бензола и весь ароматический ряд бензольных соединений. Вот что такое сны, праведческие сны, которые оказались с нами действительно праведческими, с нами наперед и так далее, и так далее. Вот в чем все дело. Тут еще хочу добавить насчет снов, как внимательный читатель книжки Вадима Львовича. Понимаете, вот клочьями из меня вылетали какие-то представления научные, когда я читала алхимию Вадима Львовича. И в какой-то момент я вдруг поняла, что писать так, как раньше, я совершенно не в состоянии. И вот что-то там во мне работало, зрело. Я что-то конючила. Вадим Львович говорил мне всегда, пиши. Если ты что-то там не сделала, то это там ответишь за все, что не сделала и так далее. Злился. Я тоже злилась. И вы знаете, вот в один момент случилось вот такое. Я готовила статью для сборника. Она называлась «28». Ну, тоже неважно, о чем сейчас. Но я помню, что во сне, когда я ее писала, я слышала игру на флете. Вот хотите верьте, хотите нет. Вот три ночи я писала эту статью, и три ночи я слышала музыку. Я помню... На волшебных вещах. Вот именно. Я помню, как Вадим Львович, как сейчас, поднял палец и сказал «О, вот это то самое». Вот случилось. Ну, нам многим это состояние знакомо, потому что совершенно понятно, психологи это объясняют насчет рас. Вы долго готовитесь, потом это приснится вам. И вам кажется, что вы обрели это чудесным образом. И это не исключает чудесного образа, который вам приснился, тем не менее. Алхимия, насколько я понял, все время оперирует и апеллирует к плюсу и минусу, которые связаны друг с другом и отталкиваются друг от друга. И если мы посмотрим на современную физику, которая уходит очень далеко сегодня, физические явления ровно так и описываются. Они могут отталкиваться, могут притягиваться. Вы можете сказать, что может быть так, а может быть и эдак. И вот оказывается, что философствование алхимика, наверное, это была одна из самых важных для них составляющая философствования и размышления о том, как построена Вселенная. Правильно. И как построена душа. И как построена душа в конечном итоге. Да. Но есть одна вещь. Алхимик, он всегда воюет с Богом. Ведь так? Соперничает с Богом. Именно. Он соперничает с Богом. Но это не борьба Якова с ангелом, а куда более опасные вещи. То есть он параллельно конструирует свой мир. Да. Он становится демиургом. И другой мир тоже. Другой. Пытаясь вот расщепить, отдисцелировать там и прочее, прочее. При этом ведь они же верили и в гомункулов, и в голема, и прочее, прочее. Это тоже алхимические опыты. Правда? Панацея вечного здоровья, вечной жизни и так далее. Да. И что? Нет. Просто мне кажется, что эта дорога, которая не просто вела в никуда, она могла завести и как бы в опасные сферы. И заводила, видимо, многих. В юридические сферы. То есть алхимик становится универсальным юридиком всего Средневековья. А в него сам споткнулось все Средневековье. Поэтому, формулируя образ алхимии в лаваристической такой форме, я сказал так. Это желание получить философский камень преткновения. Нет. Философский краеугольный камень преткновения у Христа за пазухой. Очень красиво. И если кто слушает нас с самого начала, то нас легко заподозрить в некой ереси, потому что мы так крутимся вокруг, лепим некую глину и никак не можем ничего из нее слепить. И это и есть задача алхимика – лепить беспрестанно, искать. А вот дальше что там получится? Ну, что-то получится, может быть. А может быть, ничего не получится. Но сам процесс лепки – это замечательно. Это цель жизни, сам процесс лепки. Главное – лепи. Вот у 19-го сказано, вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует шить. Да. Платье ситься там и так далее. Вот полагаю, что следует шить. Шейте. Да. А там как получится. Делай, что должно, да. Не жалейте жить зазря, как сказал я однажды. Конечно, конечно, это правильная афория. На этом мы тоже прервемся немножко. Это факультет ненужных вещей. Вадим Львович Рабинович, автор книги «Алхимия» из Ивана Лимбаха в Питере и Анна Рылева, культуролог и ученик Вадима Львовича, пытаются докопаться до того, что такое это наука или лженаука. Уже докопались. Ну, почти докопались. Нам осталось совсем немного. Оставайтесь с нами. Факультет ненужных вещей. На Радио России. Культура. Мы снова на факультете ненужных вещей говорим об алхимии. Книги Вадима Рабиновича, поэта, философа, культуролога, доктора философских наук вместе с Анной Рулевой и Вадимом Рабиновичем. И, Анна, вы хотели что-то рассказать о опыте прочтения этой книги и возможном или невозможном опыте прочтения сегодняшними детьми, которых, с вашей точки зрения, неправильно учат в школе. Ну, понимаете, мне кажется, что, вот еще раз повторю эту мысль, что книга Вадима Львовича сейчас очень ненужна, ну, если можно так выразиться. Ненужна? Ненужна. Не обижайтесь на меня. А я с вами абсолютно не согласен. Абсолютно не согласен. Я сейчас объясню, прежде чем совсем не соглашаться. На самом деле... Пусть эти ненужных вещей обсуждают самые нужные вещи. Да, конечно. Я в этом абсолютно уверена сама, но я хочу прийти к этой мысли, так сказать, через сопротивление материала. Давайте. Так вот, почему не нужна, почему я так позволила себе утверждать, хотя я с этим не согласна, в общем. Давайте, давайте. Понимаете, какая штука? Вот система ВГОСов нынешних, система ЕГЭ. Вы думаете, современные дети будут читать алхимию? Стоп. Как они сейчас не читают Данте. Стоп. Вы абсолютно несете чушь, хочу вам сказать. Очень вас уважаю. Да. Скажите мне, пожалуйста, сколько алхимиков читали Гермеса Трисмегиста? Все. Но сколько людей читали алхимиков? Практически никто. Сколько людей читали Данте? В Италии, наверное, каждый в школе. И плевался потом, потому что читать Данте – это тяжелая работа. Да еще по-итальянски так вообще сложно, потому что у нас-то хоть переводчики перевели и не тем размером, а почитайте-ка Дантовским размером. У вас вообще башка Смотря в каком переводе читать. Совершенно верно. Значит, сколько людей читают Шекспира, столько, сколько ему нужен. Сколько людей читают поэзию. Поэтому ни в коем случае не наезжайте вы на ЕГЭ. Пусть все идет таким чередом. А я, в общем-то, не наезжаю, потому что тут вопрос-то более серьезный. А ЕГЭ, между прочим, пришло к нам из Франции, где дети этому учатся. Вот технократичность ЕГЭ входит как бы в противоречие с… Гуманитарной составляющей. Совершенно верно. И тут вопрос стоит таким образом. Вот что сейчас? Вот найдется ли какое-то равновесие? Вы правы. Конечно, кто не будет читать, тот и не будет. А вы понимаете, что мы сейчас уже не живем в новом времени и в новейшем времени? Вы понимаете, что мы живем в совсем новом времени? Что открытие компьютера переместили нас в совершенно другую сферу жизни, в другую скорость жизни? Еще бы не понимать. Мы как раз об этом и говорим. А если вы это понимаете… Третий полушарик, как говорит Вадим Львович. Если вы это понимаете, то какой может быть страх? Страха нет. Совершенно понятно, что небо совьется во свиток в конце. У меня страх остается. Но не все небеса свиешися будут, как сказано в Библии. То есть всегда есть лазейка. Поэтому просто, мне кажется, надо жить и шить, как вы говорите. Здесь она технократична, как бы сказать… Надо шить, да. Одна маленькая лазейка, возможно, здесь остается. Но общее наступление вот этой вот технократии, оно все-таки… Тем не менее, вот опыт показывает, что без культуры, без гуманитарной составляющей ничего пока не удавалось. И вот тут я с вами совершенно верна. Пока не удавалось. Как раз я об этом и говорю. А если удастся, может быть, мы вступим в другую жизнь. Понимаете, какая штука? Вот это вот третье как бы полушарие, это то, о чем вы только что говорили. Это то, что делает Вадим Львович, это вот это вот триумпция злости. Вот если сейчас не освоить такие мыслительные операции, то как жить вообще в новом времени, о котором вы говорите? А как их освоить, если, например, сдавать только ЕГЭ? Почти невозможно. Хотя нам есть такое требование. А вот книга Вадима Львовича как раз этому учит. Если, конечно, найти свой ключ. Она не одинокая, эта книга. Она в длинном ряду многих книг, которые стоят, незабытые. Многие из них цифруются и вполне доступны. Ряд длинный, но в то же время очень короткий и обозримый. Все-таки хорошего бывает не очень много. Ну, я думаю, что вы всю жизнь читали хорошее. Значит, вам хватило? Ну, читаю хорошее, поэтому я мало читал. Ну, ладно. Ну, что ж, давайте мы сделаем такой финт, абсолютно алхимический. Вадим Равинович поэт, вообще-то. Может быть, вы прочитаете твое стихотворение? Ну, конечно, прочитаю. Очень хорошо. Трансмутацию Заяца. Это недавнее стихотворение. Осталось вовсе ничего. Нисколько не осталось. Стою один на пятачке, как заяц заполошный. В окружке полая вода, а пятачок ледовый, И с каждой новой волной он тает, тает, тает. И, став на цыпочки, тянусь, дрожу, как на пуантах, Как будто я хочу взлететь золотоперой рыбкой. Одна надежда на обось и на чудо-юдо, Которое, когда не ждешь, из ниоткуда грянет. Сквозь туч проклюнется звезда, А зайцы солнца, дети, отца не вспомнят своего, Да и луну не вспомнят. Но будут, память потеряв, Длить жизни быстротечность, Угасшие на склоне дня солнечные зайцы. А поутру левиафан величиной с неба Сорвется в океан морей с высот своих высоких. Как говорится, не судьба, И всею мощью глыбьей от дно пробьет, А вот меня и усом не задеет. И, вытеснив за край беды, Большой воды стихию пасет он своего зайца, Согласит с Архимедом и с Птолемеем заодно, Китом и черепахой. И синь тех дрогнувших небес пойдет на нимб кому-то, И этим кем-то буду я неравнодушный к нимбам. Гордыня головы дурной, И девушка босая примерит радугу, И все, и никакой заботы. Меж тем солярные часы, Как принято в Эдеме, Бьют вечность без пяти минут До нового потопа. Вот такое стихотворение, Но я хочу пояснить, что такое без пяти минут вечность. Да. Без пяти минут вечность, Это глубоко алхимический образ. Вечность была тем маячком, Куда стремились алхимики, И не хватало всегда пяти минут до этой вечности. Поэтому я и назвал это стихотворение Трансмутации Зайца. Или трансмутации Зайца. В какой-то момент он Зайец становится. Что? В какой-то момент он становится Зайец. Зайец совершенно по старой реформе, Хрущевской реформе. Вот что такое трансмутация Зайца В моем сегодняшнем представлении. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что в этом безумном разговоре Было много правды. Действительно, желающий... Ненужной правды. Нужной правды. Правда всегда нужная. Правда всегда нужная. Вот. Правда всегда нужная. И я очень благодарен Вадиму Львовичу Рубиновичу, Что он пришел сюда в студию к нам на радиокультуру. И его ученице Анне Орлевой, Которая является, безусловно, адептом, Не посвященным еще в самые высокие степени Алхимического знания, Но, безусловно, куда-то туда на пути стремящаяся. И не зря работающая в Российском институте Культурологии, Где, в общем, пытаются осмыслить и сохранить то, Что называется культурой. Если мы на эту тему будем говорить, То мы будем говорить много часов, Потому что это слово имеет массу объяснений, Как мы знаем, Как и многие другие понятия. Но, тем не менее, каждый сам для себя Понимает и знает, что такое культура. И попытка сохранить ее, Мне кажется, может быть, не очень достойно Проводится и здесь, на факультете ненужных вещей. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Спасибо. Это был факультет ненужных вещей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok